Пой, будь то тебя никто не слышит. В Люберецком клубе «Кантары» впервые прошел отборочный этап Всероссийского конкурса любителей караоке. На состязании меломанов побывала наша съемочная группа. Для Люберецкого округа конкурс непрофессиональных вокалистов – событие новое. Клуб «Кантары» впервые проводит отборочный этап на чемпионат России по караоке. Конкурс стал первым и для Ирины Евтиковой. Днем она управляет IT-проектами и решает серьезные бизнес-задачи. Вечером отводит душу на сцене. Говорит, что при выборе песен ориентировалась на зрителя. Выбирала песню из тех, которые самые для меня веселые и такие, на которых настроение людей я видела неоднократно, что улучшается. Видела в караоке, что люди любят эти песни, и под них настроение становится лучше. Хотелось бы, конечно, дойти до финала, возможно, даже выиграть, но я вижу, что здесь конкуренция большая, и нужно будет постараться. Бизнесмен Алексей Блинов любит петь с детства. Признается, что выступления на сцене дают ему чувство возвышенности, свободы и общности с людьми в зале. Дополнительную уверенность в победе он получает от своей группы поддержки. Сегодня пришли друзья мои, они за меня болеют. Причем некоторые из них пришли просто так, но решили поучаствовать, попытать свою удачу в этом формате. Поэтому будем болеть и за них. У нас теперь меняющаяся группа поддержки. То я за них болею, то они за меня. Ходят мои друзья, я за них искренне болею, но буду вырывать победу, как могу. Чтобы раскрыть весь спектр своих возможностей, вокалисты будут исполнять песни разных жанров и петь в дуэтах. Организаторы соревнования обещают, на всероссийский конкурс поедут лучшие из лучших. Поскольку конкурс любительский, это не профессиональные люди, это люди, которые получают удовольствие от того, что они поют. Но, наверное, это люди, которым в какой-то момент стало мало петь для себя, и они хотели бы петь для кого-то. То есть они хотели бы шагнуть немножко на высший уровень. Ну и мы, соответственно, конечно же, предоставим эту возможность. Надеемся, у них все получится. Недавно Дарья Храмова и сама была постоянной участницей вокальных конкурсов. Сейчас выступление на сцене – ее профессия. Будучи председателем жюри, солистка группы «Непара» говорит, что попадать в ноты – критерий важный, но далеко не самый главный. Самое главное, чтобы участник, который поедет на этот конкурс, представляет город Люберцы, был харизматичным, уверенным в себе и мог заразить публику своей любовью к нашему городу. Мы все прекрасно знаем, что если петь с душой и делать это уверенно и красиво, то можно перепеть любого самого крутого вокалиста на свете. По итогам соревнований жюри выберет двух девушек и двух парней, которые и будут представлять округ на всероссийском конкурсе до 29 октября в караоке-клубе «Кантары» отборочные этапы будут проходить каждый четверг. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.